друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и новостных изменениях влияющих на динамику финансовых инструментов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и безусловно ставить лайки за которые вам огромное спасибо ну что же давайте начнем с рынка нефти по бренду 4101 откатились мы от локальных максимуму вчерашнего дня были выше 43 долларов за баррель и друзьям признаюсь очень хочется уже торговать нефтью но пока что не вижу хороших возможностей чтобы в этот рынок залезть они в бренд не да будем тяне вчера обращался в студию к вам друзья возможно вы видите эти уровни может быть кто-то упустил этот посыл с моей стороны в общем если вам есть что сказать касательно рынка нефти обязательно делитесь вашими комментариями и мнениями это очень приветствуется и ваше мнение действительно будет интересно что касается фундамента мы продолжаем работать с соглашением опек которая была достигнута минувшие выходные о продлении действия энергетического факта ровно на один месяц вперед то есть соглашение по снижению нефтедобычи пока что на объем 9,6 миллиона продлено до конца июля 9,6 это не оговорка как вы помните мексика не участвует в новом формате объединения ключевых нефтепроизводителей но это соответственно вот эти 100 тысяч баррелей которые приходились на этот регион почему рынок все-таки снизился поначалу мы росли но закрыли день на отрицательной территории да и в целом друзья снижение если опять же все конвертнуть в процентную динамику 43 до 41 ну конечно же значительное возможно трейдеры инвесторы которые сидят в этом активе в принципе так же как и я сомневаются в эффективности этого соглашения поскольку одно дело договориться а совсем другое соблюдать эти обязательства с этим уже проблема это проверено на опыте действия соглашения в прошлые периоды когда страны недовыполнили обязательства по снижению производства нефти больше чем на 1 миллион баррелей и сейчас но единственное что удалось получить от них обещание того что в последующие периоды они компенсируют это несоответствие ранее взятым на себя квотом дополнительным снижением в будущем но я почему-то в это не верю также саудовская аравия кувейт и объединенные арабские эмираты отказались от добровольного снижения дополнительного производства нефти с июля раньше предполагалось то что они совместно вот тремя регионами смогут убрать рынка еще около 1 2 миллиона баррелей сейчас это уже ожидания в прошлом ливия планирует нарастить производство нефти на 400 500 тысяч баррелей это произойдет за счет того что наконец-таки удалось вернуть к работе месторождения шарара которое было остановлено фактически на 5 месяцев ну это 500 тысяч не совсем уж и весомый показатель для того чтобы снова вернуть на рынок риска перекоса на баланса но все-таки до предложения которое снижает эффективность самого с соглашения опек плюс а это тоже фактор который не нужно игнорировать голман сакс прогнозирует что нефть фактически достигла своих локальных пиков максимальных уровней и дальше вряд ли пройдет без коррекции поэтому они предлагают ставить на снижение ну голлман сакс уже подводили нас с фондовым рынком я сейчас для общего сведения закинул вам удочку того что есть идея от инвестбанка хотите следовать и нет решать вам друзья ну я пока что все таки поддержусь вне рынка посижу как говорят на заборе понаблюдаю со стороны появится возможность допускают что кто-то из вас друзья сможет смотивировать через какую-то крутую идею все-таки начать действовать и тогда обязательно на кажусь в рынке но пока что нет американская валюта индекс доллара 9670 мы ждем заседания федрезерва это уже завтра для меня это такой разделительный важный момент когда я остаюсь покупателем и возможно после которого я стану на продавцом по индексу доллара потому что очевидно подрыва доверия сейчас к американской экономике и ко всему что имеет отношение к доллару ранее мы отмечали что китай начинает активно избавляться от облигаций и активно избавляться можно сказать от доллара и фрс сейчас должен действовать каким образом американский регулятор фактически обязан после тех беспрецедентных экономических стимулов которые он задействовал ранее успокоить рынки и прокомментировать ситуацию что если возникнет риск инфляции то этот риск будет контролируемым и фреса не допустит чрезмерного ухода показатель индекса потребительских цен уж тем более выше целевого значения а то что инфляция может замаячить в горизонте ближайших месяцев это более чем реально потому что друзья только вдумайтесь в объемы стимулирования которые задействовал фрс вот например с 2008 года можно сказать за последние 12 лет денежная масса выросла в сша на 8 триллионов долларов и только за последние 4 месяца фрс влил в экономику около 6 триллионов долларов то есть фактически столько же сколько за на последние 12 лет и сейчас периодически мы видим и слышим то что фрс и правительство готовит дополнительные пакеты стимулирования которые будут еще больше увеличивают денежную массу короче фрс у нужно дать понять что они знают как бороться с потенциальным риском инфляции и фрс у нужно рассказать как они собираются вытаскивать всю изымать эту ликвидность санационно из национальной финансовой системы после того как ситуация с пандемии немного отпустит если джером паул будет убедительным в на пресс-конференции тогда друзья я сохраню длинные позиции и не буду как говорят перебываться на сделке сел золото 1694 я думаю что золото останется в восходящем тренде но лично буду подключаться к покупкам только после теста 1720 евро против доллара 1 1287 ожидаемые слабые данные промышленному производству разочаровали в годовом выражении спад на 25 и 3 процента выступление лагар ничего интересного мы не услышали сегодня в 12 00 темпы экономического роста также ожидаются слабые цифры но прежде всего друзья по евро доллару смотрим на индикатор кайман пока что превалирует продажи мы сохраняем ставку на абай и обновление локальных максимум фунт против доллара тоже длинные позиции в приоритете игнорируем новостной фон связанный с брекзитом потому что по-прежнему основная сила это сила продавцов больше 70 процентов трейдеров уверены то что фунт обвалится так просто рынок не даст заработать всем поэтому длинные позиции тоже приоритете вот и отметил то что с рынком нефти покажет не очень хочется связываться но можно немножко обыграть желание поторговать нефтянка через другой актив через канадский доллар поэтому друзья после того провала который мы наблюдали в последние недели по паре доллар канадец мне кажется что он канадский доллар очень сильно перекуплен и поэтому я собственно сегодня открыл длинную позицию сейчас котировки 133 90 буду рассчитывать на восстановление пары к отметке 1 35 американский фондовый рынок s&p 500 3222 пункта nasdaq уже на исторических максимумов три месяца понадобилось чтобы вернуться к новым рекордным уровням отстают пока s&p и до но я думаю что они также смогут добраться до этих пиковых значений на этом все большое спасибо за внимание всем всего доброго пока